Дороги делают. На утреннем совещании у главы обсудили ремонтные работы. Глава Мятского городского округа сообщил, что все работы будут окончены в срок. Сегодня глава города отметил, что ведется контроль над дорожными работами, которые проводятся в рамках программы «Реальные дела» и работ на дворовых территориях. Геннадий Васьков лично проверяет, насколько качественно и в срок выполняется ремонт. Также на сегодняшнем совещании глава отметил, что необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. К сожалению, проблема мусора у нас остается. Она остается как в той части территории, которая обслуживается подрядными организациями, такими как компания развития. То есть это на постоянном контроле держать тему. В очередной раз у нас стоит острый вопрос о несанкционированных свалках. Поэтому в пятницу мы по таким знаковым местам проедем. И надо сделать так, чтобы к пятнице, помимо плана мероприятий, каким образом пошагово мы все-таки от несанкционированных свалок будем избавляться, те районы, где сегодня особо остро эта проблема стоит, тот же самый переулок Гончарный, здесь, в центральной части города, в общем, несанкционированные свалки, либо свалки, которые у нас переросли уже в глобальные кучи мусора, надо ликвидировать до конца недели. Что касается ремонта дорог, то все работы будут окончены в срок. Подобные условия позволяют завершить укладку асфальта в запланированных местах без сбоев и проблем. За качеством выполнения работ продолжают следить общественники. Объезд с главой. Геннадий Васьков встретился с жителями города на проспекте автозаводцев. МИАСы пожаловались, что с домов исчезли декоративные элементы, и это портит архитектурный облик города. Глава предложил решение вопроса. Геннадий Васьков встретился с жителями города. МИАСы высказали свои недовольства по поводу исчезновения с домов исторических декоративных элементов. Как говорят инициативные горожане, без балюстра теряется исторический облик МИАСа. Геннадий Васьков согласился, что проспект автозаводцев неотъемлемая историческая часть города. Его лицо. Проблему необходимо решить, отметил глава. Для начала все-таки разберемся, почему эта проблема возникла. Безусловно, проанализируем и документы, ту смертную документацию, которая была заявлена на ремонт кровли в данном конкретном здании. Далее действительно есть определенная, очевидная концепция, историческая концепция развития проспекта автозаводцев. Будем как раз обсуждать вопросы, связанные и с возможностью восстановления каких-то исторических аспектов проспекта автозаводцев и возможной частичной реконструкции улицы Тухачевского. Вместе с инициативной творческой группой будут изучены фотографии старого МИАСа и рассмотрены варианты, которые можно воплотить в жизнь. Кроме того, в рамках объезда глава посетил несколько дворов в Машгородке. Там Геннадий Васьков проверил качество работ по асфальтированию территорий. Депутаты округов, в которых уже окончены работы, довольны результатом. В этом году мы довольны системным подходом администрации, в отличие от прошлого года, когда нам просто 300 тысяч не дали на асфальтирование. Внезапно не дали. Вот в этом году хорошо, системно, подрядчик, мне очень нравится, качество великолепное. Дороги в 2011 году, которые он встал, до сих пор стоят. Поэтому можно забыть на несколько лет, на 7-8 лет можно забыть про благоустройство этого города. Этот двор теперь благоустроен. На благоустройство дворов 6 округа было потрачено 500 тысяч депутатских средств. Администрация города добавила средства для ремонта дополнительных 170 метров асфальта. А в третьем округе на дороге и лестнице потрачено 360 тысяч. В моем округе, значит, и 26-й дом Макеева сделан, и ямочный ремонт. Но он не ямочный получился, а вот уже полотно. 24-й дом Макеева, но теперь сказали, что доделают. И Макеева 30. Потом мы сделали у дома Эльминтау 15, ступеньки бабушки не могли подняться. Там перилы сделали. Они возмущались, что маленькие перилы. Сейчас там сделали перилы? Там теперь, говорят, и большие сделали. И теперь ждем, что будет построен детский городок у Макеева, дом 20, Макеева 18. Там такое место хорошее, футбольная площадка. И должны где-то уже к концу месяца сделать. Довольны ремонтом дворовых территорий и сами жители. Плюсом стало то, что теперь в дожди во дворах, где прошла укладка асфальта, не будут скапливаться лужи. Подрядчик сделал стоки для отвода воды. А еще в скором времени в округе номер 3 появится новый детский городок. На него планируют потратить 140 тысяч рублей. Аркона рухнула, да здравствует Фениксгран. В администрации МИАСа подписали трехстороннее соглашение между обманутыми компанией Аркона-дольщиками, руководством города и представителями нового застройщика. Компания Фениксгран обязуется в течение пяти лет построить в МИАСе несколько домов и часть квартир предоставить обманутым дольщикам. 112 человек мечтали поселиться в новом доме в микрорайоне МЖК и заключили договор с компанией Аркона. Однако строительство не пошло дальше закладки фундамента. Почти год назад надежды на то, что Аркона продолжит возведение дома, рухнули. На директора компании было заведено уголовное дело. Проблема обманутых дольщиков с тех пор не раз поднималась в администрации МИАСа и средствах массовой информации. Городские власти обещали взять это дело на свой контроль и сдержали обещание. Это первый шаг, в дальнейшем будет видно уже. Писали мы куда могли, но в декабре, получается, с 15-го года завели уголовное дело, наконец-таки после всех наших просьб и заявлений. В декабре же администрация подключилась к этому вопросу, то есть начала помогать, была создана рабочая группа, то есть начали мы как-то координировать свои действия, двигаться в направлении. Ну и получается сейчас уже август 16-го, когда мы уже пришли к какому-то варианту развития событий. Надеюсь, что в дальнейшем это все сложится как надо. И хотя дольщики еще не до конца верят в счастливое разрешение проблемы, глава МИАСского городского округа призвал всех набраться терпения и еще немножко подождать. Тем более, что нового застройщика уже нашли. На днях состоялась встреча, где было подписано трехстороннее соглашение между администрацией МИАСа, участниками долевого строительства и представителем строительной компании из Челябинска. Насколько я понимаю, все вопросы по террористу соглашения, предложенного сегодня в подписании, по механизму дальнейшего взаимодействия, по перспективе этого взаимодействия в процессе переговора у нас с вами были сняты. И, по большому счету, мы сегодня вошли в бюджет собственный фактор подписания соглашения. Челябинская компания «Фениксгран» взяла на себя обязательство в течение пяти лет построить в МИАСе несколько домов и выделить в них квартиры для дольщиков. Напомним, что свои квартиры участники долевого строительства ждут с осени 2014 года. Именно тогда они подписали договоры с компанией «Аркона». Администрация и общественность МИАСа продолжат пристально следить за тем, как будет развиваться ситуация с новым застройщиком. Вот уже несколько лет в округе номер 18 по инициативе депутата Сергея Пономарева проходит конкурс «Озеленение дворов. Лучшая клумба». В этом году в конкурсе приняли участие порядка 30 многоквартирных домов. О победителях и призерах в нашем сюжете. Светлана Дубовая, жительница дома по улице Академика Павлова, с самого начала в конкурсе участвовать не планировала. Просто решила сделать двор лучше. Живя на первом этаже, решила, что перекопанные клумбы нуждаются в новых цветах. Да, и вид из окна с зеленью стал бы намного красивее. Новое хобби уже скоро начало привлекать внимание прохожих. Утром вот сейчас смотрю в окно, наблюдаю за жителями. Когда они идут, хмурые сначала, а потом проходят мимо палисадника нашего и улыбаются. Когда цветы расцелили, они также расцелят и люди наши. Светлана делится мыслями. Участие все большего числа жителей в подобных конкурсах позволит сделать дворы округа красивее и уютнее. На церемонии награждения собрались как победители, так и призеры. За разговорами собравшиеся обсудили проблемы садоводства и озеленения города. Каждый высказал мнение – хочешь жить в красоте и уюте – не сиди на месте. Создавай красоту своими руками. Наша цель – действительно заинтересовать людей, чтобы они самостоятельно ухаживали за своей территорией. Это благоустроить свой округ – это действительно благое дело. Награждение прошло в библиотеке района «Рассвет». Победители и призеры получили денежные сертификаты. В этот день никто не ушел без подарка. Памятными призами были отмечены еще 14 участников. Конкурс озеленения «Лучшая клумба» проводится в 18-м округе вот уже четвертый год. Валентина Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Тройной праздник. В минувшее воскресенье жители поселка строителей побывали на ежегодном празднике, прошедшем на стадионе «Строитель». Здесь одновременно отметили День строителя, с момента учреждения которого в этом году исполнилось 60 лет, День физкультурника и юбилей поселка строителей. На праздничном событии побывала и наша съемочная группа. 60 лет прошло с того момента, когда на вокзал станции МИАС-1 прибыла огромная команда численностью 1200 человек из Краснодарского края, частично из Крыма, для возведения не только поселка строителей, но и всего нашего города. Рассказывает почетный гражданин МИАСа, один из руководителей Треста «Уралавтострой» Александр Борисов. Открывший праздник. Не случайно сегодня на поселке «Строитель» многие улицы носят названия Керченская, Ялтинская, Севастопольская, Донская. Это вот все они оттуда привезли. Ведь они по существу были сорваны, грубо говоря, сорваны с очень хороших мест. В них была работа в замечательных краях по погодным условиям. Прибыли сюда и большая часть из них не слиняла, осталась здесь. Именно Александру Петровичу была вручена первая почетная медаль, посвященная 60-летию поселка Строителей. Всего таких медалей было выпущено 74, и большая их часть нашла своих обладателей именно на празднике в честь юбилея поселка. Среди награжденных ветераны, работники бюджетной сферы, сотрудники и руководители промышленных предприятий, управляющие компанией, общественники, старшие по домам, спортсмены и тренеры. Медали и благодарности МИАССам вручили глава округа Геннадий Васьков и управляющий компанией «Трест Уралавтострой» Валихан Тургумбаев, поздравившие жителей поселка с юбилеем и Днем Строителя. День Строителя сам по себе праздник великолепный и главный для нас. Это символ нашей профессии. Профессия – это мирная, профессия – это добрая, профессия – это нужная. Пожалуй, это одна из самых важных профессий. Поэтому в этот день совмещение нашего праздника с юбилеем поселка, опять же поселка Строители – знаковое событие. Это наш родной поселок, это наша базовая территория, я имею в виду наше «Трест Уралавтострой», поэтому это наш сегодня праздник. Праздничное настроение гостям праздника создавали и поддерживали творческие коллективы и солисты домов культуры города. Сегодня у нас гости из городского дома культуры, это старая часть города, поселок Динамо, ну и, конечно же, наша самодеятельность, Центр досуга «Строитель». Не осталось в стороне и управление спорта. Приврученное ко дню физкультурника и 60-летию поселка Строителей спортивная программа праздника началась еще до официального открытия. И управление спорта в рамках этого праздника проводит спортивную часть. Здесь мы проводим турнир по волейболу, приехали команды из Челябинска, Устька, проводим турнир по футболу, также перетягивание каната, бросок гири и дартс. Подарки победителям и призерам подготовили администрация МИАСского городского округа и многочисленные спонсоры. Генеральным партнером праздника выступила строительная компания «Трест Урал Автострой». Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ «МИАС». «Я люблю МИАС». Неделя молодежи завершилась фестивалем здорового образа жизни и открытием новой стелы, символизирующей любовь и преданность жителей МИАСа своему городу. На площади у администрации собрались спортивно-ориентированная молодежь, неравнодушные жители и просто прохожие. Подробнее о празднике далее. Аплодисменты, друзья мои! Вот такая зумба-пати! Вот так мы начинаем, вот так будет проходить сегодняшний наш день. Фестиваль здорового образа жизни, как и любая другая утренняя зарядка, начался с разминки. Под зажигательную музыку вместе с танцевальными коллективами жителей МИАСа заряжались энергией солнца и хорошим настроением. Для Ольги Мариной, как для мамы, самое главное приобщить сына к здоровому образу жизни. Ведь что может быть важнее, чем здоровье своего ребенка? На праздник Ольга пришла показать своему сынишке, что спорт – это весело. Чтобы он вот с трех лет уже видел, что такое заниматься спортом, правильно питаться, приобщаться к этому. И что это не только труд, тяжело, но это еще и праздник, это еще и коллективное занятие, веселое, праздничное. И вот что город столько сделал, чтобы это все было доступно для наших детей, это, конечно, очень хорошо. Обычная утренняя зарядка, которая проводится у зданий администрации регулярно, сегодня превратилась в настоящий праздник здоровья, объединив в себе сразу несколько поводов. Вообще в таком виде это мероприятие у нас первый раз проходит в этом году, он называется «Фестиваль здорового образа жизни», и приурочен он ко дню физкультурника. Вообще сегодня у нас случилось прямо несколько событий. Первое – это день физкультурника, второе – это открытие стелы «Я люблю мяс», и третье – это день рождения «Мама Хаус», сегодня мы отмечаем два года. В свою очередь глава мяса подчеркнул, что молодежную инициативу необходимо поддерживать и оказывать содействие. Работа на благо родного города – миссия почетная, особенно если эта работа имеет благородные цели создания позитивного имиджа МИАСского городского округа. У ребят уже сложившаяся публика, аудитория, которая приходит сюда регулярно по воскресным дням, и, в общем-то, начинают день, именно заряжаясь бодростью, оптимизмом, пропагандируя здоровый образ жизни. Это замечательно, что еще нужно? В рамках фестиваля МИАС создавали нормы ГТО, танцевали, пробовали кислородные коктейли, фотографировались с аниматорами. В полдень состоялось торжественное открытие стелы «Я люблю мяс», которую активисты движения, выступившие организаторами праздника, передали в дар городу. Валентина Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ «МИАС». Померились децибелами. В минувшие выходные в МИАСе состоялся фестиваль «Автозвук-2016». Около полусотни машин участников выстроились на площади перед администрацией МИАСа, чтобы выяснить, чья акустическая система самая мощная. Победителям вручили кубки и призы от компании «Интерсвязь». Антон Крылосов приехал на мероприятие из Челябинска. Его «Газель» с виду ничем не отличается от остальных, а вот внутри оборудована мощной акустикой. Другие участники сразу признали в ней сильного конкурента. И это неудивительно, ведь для Антона «Автозвук» – серьезное хобби, которому он посвятил уже не один год. В детстве сходил раз на «Автозвук», на соревнования, посмотрел на машины красивые, понравилось, решил сам заняться. Собирал машину, получается, два года. Началось с малого просто. Поставил просто какой-то маленький сабвуфер, послушал, послушал, мало оказалось. Один из главных организаторов мероприятия Алексей Щербаков сам когда-то побеждал в подобных соревнованиях и не первый раз проводит их в МИАСе. Сейчас у Алексея другие увлечения, но кое-что из мощной акустики осталось. Он не понаслышке знает, что происходит в кабине авто, когда динамики работают на полную мощность. Очень сильная вибрация и давит на уши. Там 140 дБ – это болевой шок у человека, а результаты достигают больше 150 дБ. Но за здоровье участников можно было не волноваться. Владельцам машин разрешается покидать салон на время замера звука, а зрителей попросили зайти за ограждение. Автомобили по очереди заезжали на площадку для замеров. Им на лобовое стекло крепился специальный датчик, показывающий уровень звукового давления. Мощные басы, вибрация, громкая музыка, адреналин – все это смогли почувствовать на себе гости мероприятия. В перерывах их развлекали красивые девушки-танцовщицы и очень разговорчивый ведущий. Самым маленьким гостям фестиваля не дали скучать веселые ослики, символы партнеров мероприятия компании «Интерсвязь». Я считаю, это наиболее, наверное, молодежное мероприятие. А мы – компания, конечно, в первую очередь для молодых людей, потому что пользователи интернета – это, конечно, наши жители нашего города разных возрастов, но молодежь преобладает. Мне хочется поздравить всех молодых жителей нашего города и тех, кто молод душой и сердцем с праздником, с Днем молодежи. Пожалуйста, здоровья, успехов. Пусть все мечты сбудутся. Напомним, что мероприятие прошло в рамках «Недели молодежи» при поддержке Общественной молодежной палаты и Комитета по делам молодежи. Кроме состязаний по звуку, владельцы автомобилей соревновались в автотюнинге. Самым красивым и самым громким вручили кубки и подарки от спонсоров, магазинов звукового оборудования, а также специальные призы от компании «Интерсвязь». Продолжение следует...